Приближается праздничное событие, столетие объявления БНР, и, конечно, к этому празднику хочется украсить, так сказать, свою интернет-страницу ВКонтакте, у кого есть. Есть специальное приложение, вот типа как там фотостатусы для всех и тому подобное, где это можно сделать, сгенерировать автоматически, то есть, ну, вот такие вот кубики, вы знаете, на стене. Но приятнее всегда, конечно, сделать вручную, быстро, удобно. Сегодня мы об этом поговорим, как, собственно, сделать такой фотостатус себе на страницу. Легко, удобно и просто. Для начала надо посмотреть параметры этих картинок, то есть, представим, что вы ничего не знаете. Находим кого-нибудь там друга, у кого точно есть такой фотостатус. Ну, вот, смотрите. Ну, а вот картинка. Открываем ее. Можно просто ее сохранить себе и потом открыть в фотошопе, или просто посмотреть ее параметры картинки этой, сколько она занимает, на сколько размером. Вот, информация об изображении, основное. Так, размер 97 на 97. Значит, параметры мы знаем. Теперь открываем фотошоп. Берем вот эту картинку. Что делаем дальше? На стене может быть 4, 4 вот таких картинки. 97 на 97. Умножаем, получаем 388, то есть, 97 вверх и 388 вот так в ширину. Ее надо будет порезать на 4 части. Как это проще всего сделать? То есть, ну, сначала добавляем какое-то изображение, там вот добавляем, объединяем слои, там добавляем текст наш, какой нам надо. В данном случае вот у нас BNR100. Выравниваем, находим столько, чтобы оно было по размеру. И теперь, как нам ровно порезать? Можно, конечно, вручную с помощью инструмента crop в фотошопе. В моем случае вот он, рамка. Ну, то есть, обрезать лишнее, но это не так удобно. Берем инструмент, который знают хорошо веб-дизайнеры. Выделение фрагмента. Вот такой, да? Что мы дальше делаем? Дальше есть вот такая кнопка разделить. Нажимаем на нее и смотрим. Смотрите. Разделение по горизонтали. То есть, вот так вот на какие-то части порезать. А здесь разделение по вертикали. Нам надо разделить на 4 равных части. По 97, да? Вот мы вводим тут, по умолчанию стоит 1. Мы вводим сюда 4. И получается, смотрите. Система автоматически нарезает картинку на 4 части. Нажимаем ОК. Что мы делаем дальше? Теперь мы уже прибегаем к нашему crop, чтобы не вымерять по линейке, там точно по пикселю. Дальше мы просто берем, выделяем вот эти куски и сохраняем. Сохраняем, например, берем вот так и сохраняем. 1.1 в JPEG. Потом отменяем. Берем следующий фрагмент, выделяем. То же самое. Сохранить как? 2.2. 3.3. И, наконец, последний. 4.4. Так. Сохранили. Вот. Теперь Photoshop нам пока не нужен. Вот смотрите, у нас картинки довольно интересные, но это как бы не то, не праздничные. Теперь мы делаем что? Теперь мы делаем что? Берем, открываем раздел фотографии. Создаем альбом. Фото статус. Дальше. Добавляем фотографии. Для этого мы берем и находим все наши картинки. Притом важно понять, вот что, когда вы будете загружать фотографии на свою страницу, их нужно загружать в обратном порядке. То есть, сначала последнее, потом предпоследнее, потом так, и тогда все выстроится как положено. Иначе у вас все будет просто задом наперед. Это надо учитывать. Вот, загрузили четвертую фотографию. Дальше. Загружаем третью. Дальше. Вторую. И только затем самую первую. Вот так. Вот, пожалуйста. Все вручную, без всяких программ, без всего. Сделан фото статус. Оставайтесь на канале, смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам это было полезно. Спасибо.